Спасибо большое. И мне предстоит довольно интересная задача, на самом деле, посмотреть на другую сторону, на правую сторону. Я сразу скажу, что, к сожалению, большинство исследований, которые были выполнены по метастатическому колоратальному раку, конечно, изначально не предполагали стратификацию пациентов по локализации опухоли. Поэтому, фактически, мне придется оперировать к тем же исследованиям, которые уже сегодня прозвучали. Более того, часть пациентов оттуда выпадает просто потому, что, например, в некоторых из них изначально мы не знаем, где располагалась опухоль. Конечно, количество информации в этом смысле будет чуть поменьше, чем если мы говорим об общей популяции пациентов. Тем не менее, то, с чего бы я, наверное, начал, это главный вопрос. Действительно, существует ли отличие между правой и левой стороной? Мы, в общем-то, привыкли к тому, что, наверное, еще с ординатуры нам хирурги говорили о том, что если у нас попадается пациент с правой локализацией, это всегда плохо. Такие пациенты хуже живут. Но мы с вами также прекрасно знаем, что иногда наше клиническое восприятие, оно сильно отличается от тех данных исследований, которые мы потом получаем. Тем не менее, здесь сложно возражать, что действительно у нас есть огромное количество исследований, ретроспективных и перспективных, которые показывают о том, что правый фланг существенно хуже, чем левый с точки зрения выживаемости, как минимум для пациентов с распространенными формами опухоли. В частности, если посмотреть на метаанализ 2015 года, наши японские коллеги опубликовали, где было показано, что, в принципе, в подавляющем большинстве исследований правый фланг действительно жил хуже. Причем это не зависело ни от того, в каком центре пациент получал лечение, в специализированном или нет, ни от стадии. В этом исследовании все группы пациентов фактически с правой стороны проигрывали. Единственное, что интересно, в этом исследовании было показано, что азиатская популяция вроде бы не имела таких отличий. Если посмотреть на более свежие данные, публикации 2019 года, это анализ базы КРС, испанская база, содержащая пациентов с колоректальной карциномой. Здесь очень хорошо видно, насколько сильно отличается выживаемость пациентов, если мы посмотрим на третью-четвертую стадию. И фактически на четвертой стадии при медицинской форме выживаемость справа отличалась в два раза по сравнению с группой пациентов, которые имели левую локализацию опухоли. Эта двухлетняя выживаемость была оценена в этом исследовании. Собственно говоря, в чем потенциальная причина, откуда мы знаем, что мы знаем вообще про то, почему так происходит. Действительно, одна из важных вещей, которая первая приходит в голову, это прежде всего молекулярно-генетические различия. Мы с вами абсолютно привыкли в нашей клинической практике, что мы должны всегда определять КРАС, НРАС, БИРАФ и микросатритный нестабильность. Надеюсь, что мы все с вами так и делаем. И если посмотреть хотя бы на такой простой суррогатный маркер, то уже здесь мы сразу увидим, что есть отличия. И БИРАФ, это та мутация, которая зачастую сопряжена с довольно агрессивным течением метатрической формы колоректального рака, действительно объективно чаще встречается справа, чем слева. И эта разница фактически достигает иногда трех-четырех раз. В этом исследовании было показано, что БИРАФ мутация в правой локализации встречалась 28% против 7,8% в левой локализации. Надо сказать, что если посмотреть на микросатритную нестабильность, то в общей популяции метатрических форм разницы большой встречаемости нету, если брать популяцию по дикому типу БИРАФ. Однако есть связь между БИРАФ мутацией и микросатритной нестабильностью, где считается, что до четверти всех пациентов с БИРАФ мутацией могут иметь MSI-хай опухоли. Просто об этом нужно помнить, когда мы находим таких пациентов. Чуть более свежее исследование. Исследование в базе данных АМКОР, которое тоже включало пациентов с обстреланными формами колоректального рака, также показало, что действительно БИРАФ мутация встречается чаще в правой половине, чем в левой. Опять же показало, что действительно есть более худшие показатели выживаемости в правом фланге, чем в левой. Тем не менее, если убрать всех пациентов с БИРАФ мутацией и оставить только пациентов с диким типом, все равно мы знаем, что правый фланг живет объективно хуже. И, судя по всему, действительно то объяснение, которое в этой ситуации есть, это немножко разный генез. Канцерогенез, который мы встречаем в правой половине и в левой половине. То, о чем же сегодня было сказано, там молекулярно-генетическая классификация, предполагающая наличие четырех основных подтипов гетерогенных абсолютно опухолей кишки, 7S1, 7S2, 7S3 и 7S4, они встречаются с разной частотой справа и слева. И если мы берем левую половину, то, как правило, мы имеем путь так называемый канонический, это путь аденомы-карцинома, когда мы имеем последовательные события в опухоли, это появление мутации гена APC, формирование аденомы, потом, как следствие, появление гена Кейрас, появление гибирования ТП-53 и развитие аденокарцинома. Такие опухоли чаще мы видим слева. Если мы посмотрим на правую половину, то здесь немножко пути другие, это может быть берафа-социированный путь, или второй путь – это путь, который предполагает наличие гиперметилирования. Гиперметилированный фенотип – это ситуация, в которой у нас нету явной одной драйверной мутации, но при этом существует нарушение регуляции генов, большое количество генов-супрессоров отключается, и мы получаем очень нестабильный генетический опухоль с агрессивным течением. Собственно говоря, это было показано в достаточно большом количестве исследований, где гиперметилированный фенотип встречался в разы чаще справа, чем слева, что также объясняет, почему правый фланг течет несколько хуже, чем левосторонние опухоли. Если суммировать наши ключевые отличия, то, о чем уже сегодня было сказано, действительно и биологически мы имеем разную опухоль, прежде всего потому, что правый фланг кишки в принципе образуется из другого эмбрионального звена, в отличие от левой половины. Там чаще встречается мутация генобирав, там чаще встречается гиперметилированный фенотип. Даже содержимое кишки по повреждающим факторам с левой стороны отличается от правой, как и микробиота, который в последнее время тоже играет, судя по всему, какую-то роль в развитии опухоли, метастазировании, тщательности к терапии. В связи с этим давайте посмотрим, каков, собственно, наш порядок действий, если мы посмотрим на правую сторону. В общем-то, на самом деле, конечно же, то, что уже было сегодня сказано, самые принципиальные различия во всех клинических рекомендациях, и отечественных, и американских, и европейских, это в использовании препаратов группы анти-GFR. И если мы посмотрим на первое исследование с понитумумабом, это исследование Prime и Peak, где включались пациенты с первичным метастазическим колорактальным раком, принципиально и в той, и в другой группе экспериментальная группа – это получающие FullFox с понитумумабом. Отличие Prime и Peak Steel в том, что группа контроля в Prime – это пациенты, получающие FullFox, а в Peak – получающие FullFox и BVCZumab. Довольно большое количество пациентов, порядка 600. И если мы посмотрим с вами на кривые выживаемости, нас с вами интересует пунктирная выживаемость, это как раз та самая, которая относится к правому флангу, то вы можете видеть, что с точки зрения общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования, к сожалению, понитумаб не давал каких-либо значимых прибавок с правой стороны. Более того, если мы посмотрим на общую выживаемость в исследовании Prime, то понитумаб с FullFox давали 11 месяцев общей выживаемости, а FullFox давал 15,4 при абсолютно идентичных показателях выживаемости без прогрессирования 7 месяцев и в той, и в другой группе. Естественно, гораздо более важно для нас это сравнение групп, с получающих BevoCizumab или Panitumumab, и здесь в исследовании PIC также было продемонстрировано, что если мы посмотрим с вами на выживаемость пациентов, пациенты, получающие FullFox Bevo, имели выживаемость порядка 21 месяца, а Pani FullFox порядка 17 месяцев, и такая же история наблюдалась с точки зрения выживаемости без прогрессирования, 8,5 месяцев при Panitumumab и порядка 12,5 при BevoCizumab. В принципе, очень похожие данные мы с вами имеем и с точки зрения использования цитоксимаба, исследования Crystal, в которой оценивалось возможность использования FullFox с цитоксимабом против FullFox. Если мы посмотрим с вами на группу пациентов с правой локализации, 15 месяцев группа FullFox, численно вроде бы больше 18 месяцев FullFox и цитоксимаб, при этом одинаковая выживаемость без прогрессирования, ни той, ни другой статистически недостоверна, и почти идентичное число общих ответов. Если посмотреть же на группы, которые все-таки использовали адекватную группу контроля с BevoCizumab, это же тоже исследование, о котором мы с вами уже сегодня говорили, исследование Fire3, где FullFox сравнивалось с FullFox и BevoCizumab, мы с вами тут уже явно получаем прибавку выживаемости в группе пациентов с FullFox и BevoCizumab, и выживаемость без прогрессирования 9 против 7, и одинаковая частота общих ответов, которые, в принципе, мы тоже с вами наблюдаем. Исследование, которое должно было многое нам объяснить, это исследование CalGB-8405. Дело в том, что очень много было критики Fire3 из-за того, что в предыдущем исследовании не было четко рекламентировано второй линии лечения. Поэтому, когда мы говорим о различиях общей выживаемости, можно было сказать, что она, возможно, обусловлена какими-то отличиями во второй последующих линиях лечения. В CalGB было четко прописано вторая линия лечения. Тем не менее, это тоже исследование, которое, к сожалению, не было лишено недостатков. Здесь на усмотрение врача можно было выбрать FullFox или FullFir в первой линии лечения, и, в общем, 75% врачей выбрали FullFox. Поэтому тоже группы являются не совсем идентичными. Тем не менее, если мы посмотрим на группы сравнения FullFox с Цитоксимабом и FullFox с Бево-Цизумабом с правой стороны, очень существенное отличие в пользу Бево-Цизумаба. 29 месяцев общая выживаемость против 13, выживаемость прогрессирования 10 против 7, и такая же идентичная частота общих ответов порядка 40%. То, о чем, опять же, сегодня было приведено, это метанализ шести ключевых исследований, которые постарались посмотреть на анти-ДЖФР и анти-ВИДЖФ препараты в первой линии лечения. В этот метаанализ вошло еще одно исследование второй линии лечения с понятым умабом, однако, если его исключить, то никаких изменений мы не получим в результатах этого анализа. И было показано, что, судя по всему, правый фланг действительно не выигрывает ничего от ДЖФР, и явно есть какой-то сдвиг результатов лечения, если мы добавляем анти-ВИДЖФ терапию, как с точки зрения общей выживаемости, это нижняя синенькая черточка, и также с точки зрения выживаемости без прогрессирования. У нас в правую сторону уходит, в сторону Бево-Цизумаба уходит также общая популяция пациентов. Если с первой линии все более понятно, то на второй возникают некоторые нюансы, прежде всего связанные с тем, что в разных клинических рекомендациях существует несколько разных подходов. Если мы посмотрим с вами на европейские рекомендации и на отечественные рекомендации, зачастую во второй линии лечения анти-ДЖФР терапия не является хорошим выбором, если есть что-то, что мы можем другое пациенту предложить. Тем не менее, в американских рекомендациях фигурирует такая возможность. Собственно говоря, какие доказательные базы у нас по этому поводу существуют? Одно из ранних исследований, когда стало понятно, что действительно сторона опухоли влияет на нашу тактику, это исследование троспективное, которое должно было включить в себя достаточно большое количество пациентов. Итальянская база данных – 850 пациентов с метастатическим колорактальным раком. Но, к сожалению, на самом деле вторую и третью линии лечения получили первично с анти-ДЖФР-прибатами только 75 пациентов. То есть, в принципе, очень маленький процент из общей популяции. Именно их и, собственно, было принято решение включить в анализ. Причем это пациенты, которые получали не только анти-ДЖФР-терапию, но кто-то из них получал просто анти-ДЖФР, а кто-то получал и ДЖФР с Ириной Теканом. 14 пациентов с правосторонней локализацией, 61 пациент с левосторонней локализацией. Опять же, подтверждение того, что право – это явно хуже, чем лево с точки зрения выживаемости без прогрессирования. Фактически в три раза были отличия в этой популяции. И что очень важно для нас по принятию решения в этой ситуации – это то, насколько вообще опухоль отвечает на такой вариант лечения. Если мы посмотрим с вами на результаты правой локализации – ноль полных ответов, ноль частичных ответов, две стабилизации, остальные прогрессирования. Общее число ответов справа составило ноль. При этом, если мы посмотрим на левую локализацию, здесь мы видим 41% ответов на такой подход к лечению. Опять же, надо быть интерпретацией этих данных осторожных. Конечно, количество пациентов в этой ситуации не настолько большое, чтобы говорить о достоверности. Тем не менее, есть данные более крупных исследований. Это исследование цитоксимаба в третьей линии лечения, СИО-17, который изначально не стратифицировал пациентов по локализации опухоли. Это пост-холк анализ. И в этом исследовании было порядка 150 пациентов выявлено с правой локализацией, 249 пациентов с левой локализацией. Пациенты получали либо симптоматическую помощь, либо цитоксимаб. В этом исследовании, что касается общей выживаемости без прогрессирования, группа цитоксимаба каких-либо существенных преимуществ по отношению с симптоматической помощью не получила. В абсолютных цифрах мы видим с вами, что выживаемость без прогрессирования в обоих рукавах исследований составила, по сути, 2 месяца. С какой-то небольшой прибавки к общей выживаемости порядка 3 месяцев, которая не достигла статистической значимости. Тем не менее, цифра вроде бы чуть больше, чем если мы используем только симптоматическую помощь. Аналогичное исследование во второй линии понитумумаба – это исследование кооперативной европейской группы, исследование 181-й и 408-й. Принципиальное отличие в этом было то, что в 181-м оценивалась группа получающих фолфири с понитумабом против фолфири, а в 408-м только монотерапия понитумумабом с симптоматической помощью. Опять нас интересует с вами прерывистая линия. Это правый фланг, синенькая прерывистая линия – это с понитумумабом, желтая – это фолфири. И если мы посмотрим с вами на комбинацию с точки зрения чисел, мы с вами видим, что вроде бы есть какая-то двухмесячная прибавка с точки зрения выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости пациентов. Но она, опять же, хотя и есть, не достигает статистической значимости с правой стороны. Если мы посмотрим на исследование в монотерапии понитумаба против симптоматической помощи 408-й, то в этой ситуации уже никакой прибавки мы здесь не видим. Более того, если посмотреть на общую выживаемость, то вроде бы даже численно получается, что симптоматическая помощь оказалась лучше, чем понитумумаб при абсолютно идентичных показателях выживаемости без прогрессирования. Естественно, важным критерием может также являться такой суррогатный показатель, как число общих ответов. И здесь есть за что теоретически зацепиться. Если посмотреть на комбинацию фолфири с понитумумабом, мы вроде бы видим, что фактически на 10% количество ответов увеличивается, если мы сравниваем просто с фолфири. И это довольно существенное отличие. Тем не менее, если посмотреть на монотерапию, никаких преимуществ с правой стороны монотерапия понитумумабом в этой группе также не давала. Ноль объективных ответов. Никакого отличия со симптоматической помощью в этой подгруппе пациентов здесь в этом исследовании показано не было. Как было сказано чуть раньше, возможно, есть какие-то отличия в восточной популяции, азиатской популяции пациентов, которые получают анти-ДЖФР-терапию с химиотерапией. Тем не менее, тут надо брать в расчет, что все-таки китайские исследования чем-то отличаются от наших, то ли по методике проведения, то ли по специфике популяции. Тем не менее, это исследование, которое попыталось оценить в первой-второй линии лечения цитоксимаб в комбинации химиотерапии с привязкой к флангу опухоли и в сравнении с просто стандартной химиотерапией. В этом исследовании было показано, что на первой линии лечения, если мы берем правую сторону, то ответ при добавлении цитоксимаба химиотерапии стал порядка 36%, во второй линии лечения порядка 7%. Тем не менее, если сравнить первую-вторую лечения просто с химиотерапией, то в этом исследовании было показано, что никакой пользы от цитоксимаба нет, и фактически пациенты имели точно такие же показатели общего ответа, выживаемости без прогрессирования, общей выживаемости, как и в популяции пациентов, которые просто получали химиотерапию. Единственный минус этого исследования, что это не прямое сравнение, это респективный анализ с группой контроля, который получал химиотерапию когда-то ранее, поэтому, конечно, здесь могут быть какие-то отклонения, которые мы явно не видим. Отдельная группа пациентов – это пациенты, сбирав мутации микросателитной нестабильностью, которые чаще встречаются в правой половине кишки. И в этом докладе я не буду это рассматривать, просто скажу, что что касается берав мутации, то у нас есть достаточно большое количество исследований и рекомендаций, которые уже существуют в настоящее время и скоро будут внедрены в новое. Об этом подробно расскажет Михаил Юрьевич Федянин на этой секции. А что же касается микросателитной нестабильности, то это, наверное, единственное исследование в онкологии, которое вызывает щенячий восторг у онкологов и у меня в том числе, потому что вдруг появляется какая-то фантастическая возможность помочь этим пациентам. И об этом сегодня тоже будет речь. Профессор Тряки нам расскажет о тех фантастических возможностях, которые у нас теперь появились. Если обобщать те данные, которые у нас есть на сегодняшний момент по поводу правой стороны, я бы сказал, что в любом случае это группа плохого прогноза, которые, к сожалению, клинически будут течь хуже, чем другие пациенты. Судя по всему, у нас не работает анти-Джифар в первой линии лечения и нет смысла их использовать. Предпочтительно использовать анти-ВГФ терапию. Если все-таки у нас есть что-то на второй линии лечения, кроме анти-Джифар, я бы тоже, честно сказать, не использую анти-Джифар во второй линии терапии. Единственное, наверное, что по всем данным у нас получается, что если мы все-таки планируем использовать анти-Джифар по каким-то причинам, то это целесообразно его комбинировать с ринотеканом или с фолфири. Ну и отдельные группы. Надо помнить, что справа, берав мутации и микросостритная нестабильность, это то, что мы можем найти чаще, чем в других локализациях. И если вдруг по каким-то причинам у вас есть пациент с правопухолью, при котором вы не определите показатели, обязательно сделайте это, потому что это позволит вам потом более точно, более эффективно подбирать варианты лечения. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, постараюсь на них ответить.